Началась уборка пропашных культур. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, урожайность кукурузы одна из самых низких в Краснодарском крае в этом году. Поэтому возникает логичный вопрос, а что у нас с семенами? Есть ли у Национального семенного альянса прогноз по обеспеченности семенами пропашных культур, в первую очередь кукурузой и подсолнечником, на 2025 год? Может быть, как изменятся объемы по сравнению с 2023? Значит, что касается, давайте по культурам сразу, что касается кукурузы, раз вы ее затронули первым, то у нас проблемы с урожайностью есть такие же, как и по товарным посевам. Основная проблема заключается в том, что воздушная засуха в период цветения, что привело к чередернице от 40 до 60 процентов на початках. То есть пыльца просто загорала, не добираясь до рельса. Но, во-первых, это не везде. Это вот в центральной зоне края, туда ближе, на север такие проблемы. А в придворной зоне и на полевных участках, значит, в эти проблемы значительно меньше. Поэтому потери будут, но они не критичны. Тем более, что у нас достаточно много, если мы говорим о общероссийском производстве, то краснодарским краям они не ограничиваются. Это локальная проблема. У нас неплохой урожай в Кабардино-Балкарии, который дает порядка 30-35 процентов производства всей кукурузы. У нас неплохие урожаи в Ставропольском крае на орошении на сегодняшний день. В придворной зоне Краснодарского края тоже уже сказал. У нас, кроме того, такая засуха воздушная, она не очень коснулась центральной черноземного региона, где тоже сейчас порядка 20-25 процентов производится, особенно ранее. Поэтому мы, когда анализируем, мы постоянно мониторим ситуацию, которая складывается у нас по семеноводческим участкам. Можно сказать, что по сравнению с прошлым годом по кукурузе, действительно, где-то тысяч на девять у нас упало пассивные площади. Вот. Но и при этом мы несколько уменьшили объем производства вместе с иностранцами, со всеми, я считаю, на территории Синской Федерации. Но с учетом того, что мы где-то 35-36 тысяч тонн остались у нас переходящие остатки, то при потребности 80 тысяч тонн мы произведем около 90 тонн. Действительно, если мы, например, брали на 29 мая, то у нас был прогноз 95. На 17 июля – 93. На 2 сентября – это уже 90 тысяч тонн. Но при потребности 80 тысяч, у нас в любом случае профицит 10,2 процента тонн, тысячи тонн. Поэтому без семян мы не останемся. Значит, это будет справедливо для кукурузы с разными значениями ФАО? Давайте поговорим про ФАО. Значит, мы разбили и пассивные площади, мы знаем, какие ФАО пассивные площади. Поэтому мы можем сказать, что по ФАО 100-200 у нас профицит 300 тонн, 200-300, 200 тонн, 300-400, 100 тонн, 400-500, 400 тонн. Дефицита не будет ни по ФАО, ни по… в целом по кукурузе, по семенам, по потребностям. Но, значит, вот первое, это без учета оборота семян неизвестного происхождения, потому что мы не можем с вами не говорить о том, что в прошлом, ну, весной этого года очень сильно мы увидели рост оборота семян неизвестного происхождения. Туда мы включаем контрабанду, туда мы включаем фальсификаты, туда же включаем фальсификат и контрафакт. То есть вот все объединенное, это, если, например, в 22-м году, в 22-м, в 21-м это было 8%, то сейчас мы оцениваем порядка 15%. Это по кукурузе и по подсолнечнику, или только по кукурузе? Это по кукурузе. Поэтому в прошлом году у нас остатки почему-то реки остались? Вот как раз они увеличились на тот объем фальсификата, который нам сюда зашел. Поэтому я все эти цифры вам говорю именно для того, чтобы у нас не было сомнений в том, что у нас хватит семян собственного производства. И уже сейчас мы, Национальный семейной альянс и Национальная ассоциация производителей семян кукурузы и масличных культур, говорит о том, что квота по кукурузе на ввоз должна быть нулевая. Нам завозить не надо. Это что касается кукурузы. Что касается подсолнечника. Значит, по подсолнечнику у нас, если брать то, что мы ожидаем, уже на 2-е, но 9-е, я не буду там. Поэтому мы при посевной площади 39 тысяч гектар, участке гибридизации, Это вместе с сортами, правда. Мы ожидаем производства 19,4 тысячи отечественных гибридов, 8 тысяч сортов, складские остатки 2,2 тонны. Итого семян отечественной селекции у нас будет почти 30 тысяч, 29,6. Кроме того, иностранные компании, с учетом той площади, которую мы видим на сегодняшний день, или понимаем, что она есть, они произведут почти 11 тысяч. И у нас в сумме получается с 45,7 тысяч тонн, ну почти 46, при потребности в 41. То есть мы тоже здесь видим профицит. При этом также мы понимаем, что идут семена неизвестного происхождения почти 3 тысячи, и контрабанда прогнозируем 2,3. То есть опять у нас и по подсолнечнику мы не видим проблем, связанных с тем, что их не хватит, дефицитов. Мы тоже будем высказывать предложение о том, чтобы ввоз был нулевой. У нас на сегодняшний день, ну если вы понимаете, тот, кто хотел иностранный, они сейчас выращивают на нашей территории. И проблем с возможностью купить семена. Кто хочет, тот купит. Я уточню сразу. А по сахарной свекле вы проводите такой же анализ или нет? Ну, может быть, у вас тоже есть. Мы начали проводить этот сахарный свекле, но под урожай 2025 года мы прогнозируем, под пассивную 2025 года мы прогнозируем, что будет произведено порядка 400 тысяч пассивных единиц. Если вот в этом году у нас уже доля семян составляла 12% семян сахарной свеклы посеянной, не просто произведенной. Мы производим сейчас уже семян, позволяющих нам обеспечить потребность где-то 25-35% в этих пределах. Просто они тоже остались на остатках. А 400 тысяч, ну это так, самые минимальные. Кто-то называет 400, кто-то называет 600. Но давайте возьмем 400 тысяч пассивных единиц при потребности 1,2 млн. Вот я думаю, что если мы все это реализуем, куда мы не денемся, реализуем, значит где-то порядка до 30-35% мы можем поднять до сахарной свеклы. Уверен, что проблему статистики, может быть, не сразу, но с каким-то лагом по времени, решит вопрос введения в эксплуатацию системы из семена, семеновосток. А с фальсификатом при помощи этой системы возможно будет побороться? Или нужны какие-то другие меры? Может быть, более серьезный контроль на границе? На границе это контрабанда. Да, контроль нужен. Мы в этом году имели ряд случаев, зафиксированных на пленку, о поступлении из сопредельных государств, так назовем. Что на западе, что на юге, эти государства сопредельные есть. По документам урожное зерно, а в Музыри мешки с пионеровским гибридом. Поэтому все понятно. Тут тоже объективные причины. Все то, что мы не пустили на рынок российский через постановление правительства по квотам, эти семена попали в сопредельное государство и оттуда начали различными путями завозить. Там обрушилась цена. Если, например, наши продавали 15-16 тысяч посевная единица на 2,23 гектара, то иностранные семена в том же Казахстане стоили 12 тысяч. И этой разницы хватало для того, чтобы протащить их через границу. Поэтому меры нужны, это борьба с контрабандой, да, и тут соответствующие лужбы должны работать. И это наши члены задавали, что ты такое сделал, что может поднять вопрос. А дальше пускай смотрят те, кому это положено. Минсельхоз к этому очень внимательно относится. Что по фальсификату, что по контрабанде. Игорь Александрович, мы говорили с Вами сейчас о производстве семян. То есть все семена считаются российскими, если они произведены на территории России. Нет. Нет. Нет? Так. Семенами отечной селекции, в соответствии с последними изменениями, которые произошли, по-моему, 30 декабря 2022 года, семенами отечной селекции считаются только те семена, которые, воспроизводство которых не требует ввоза компонентов из-за пределов Российской Федерации. Поэтому семена иностранной селекции, посеянные здесь и выращенные здесь, не являются российскими. Они являются иностранными. Хорошо. Это важное уточнение, потому что следующий вопрос, который я Вам хочу задать, как раз касается доли отечественной селекции, доли зарубежной селекции в товарных посевах и в посевах на участках гибридизации. Вот все-таки наши, так сказать, стопроцентно российские компании увеличивают свое влияние на рынке? Или вот этот вот хрупкий баланс остается и в участках гибридизации? Потому что зарубежные компании-то тоже бросились выращивать и локализовывать производство здесь. Как это сказалось на тех, кто всегда был российским? 5 тысяч гектар участков гибридизации семян кукурузы, по-моему, 5 лет назад. Иностранные компании к 22 году нарастили до 28 тысяч гектар. И даже в 23-м примерно столько же было. А уже в 24-м это только 10 тысяч. Только 10. То есть практически где-то в 2,5 раза произошло сокращение. Это благодаря защитным мерам, которые приняла правительство по институту Минсельхоза. Они не смогли ввести родительские линии? Или с чем это было связано? Или они совсем ушли из России? Если вы за нормативкой следите, то было принято постановление правительства о локализации, в котором, если так грубо говорить, либо это семена российской селекции, либо это семена или генетика совместных предприятий, отечественных и иностранных. Вот иностранные компании, особенно этим отличались немецкие ребята, которые думали, что все это игрушки. Они потеряли время. Есть такая компания, как, например, Росаэротрейн. Это, по сути дела, компания, которая выполнила практически все требования постановления по локализации еще 8 лет назад. Вот они сегодня имеют свой селекционный центр и фитотроны там и так далее. И то же самое мы предлагали остальным компаниям. Они по-разному к этому отнеслись. Например, Лидея и завод построила, и в Воронежской области, и свой селекционный центр, и защищенный грунт для выращивания. Закрытые сетками, изолированные площади. И завозят теперь сюда уже, выращивая здесь родительские формы. Но и это тоже не является интересным для Российской Федерации, для правительства. Вы же помните, что такое отечественные семена? Не требующие ввоза. Пожалуйста, заезжайте сюда, ведите селекционную работу, привозите сюда селекционеров своих. Пусть повышают компетенции тех, кто работает у них в СП. И мы должны быть уверены, что если вдруг к какому-то там камарихалу, если кому-то еще захочется жить по-другому, то мы от них зависеть не должны. Мы не против иностранных компаний и их присутствия на нашем рынке, потому что мы считаем, что конкурентная среда должна быть. Но мы понимаем, что они должны играть здесь, на нашей территории, по нашим правилам. Из истинно российских компаний, кто, на ваш взгляд, смог в наиболее полной мере воспользоваться этой ситуацией, усилить свои позиции, шагнуть вперед, кто отличается, на ваш взгляд? Практически все компании, при всем при том, что у нас, ну, надо нам с вами понимать, что мы идем по неизведанному пути, никогда не было. Квот на семена никогда не было. Возных к нам, тем более, да? Ну, на птицу, на мясо птицы было. По сути дела, мы идем тем же самым путем, но только со своими ним. Поэтому получается, что есть моменты, на которых, которые надо учитывать и улучшать. Ну, например, то же самое распределение квотом. Много там о них там злопыхатели говорят, особенно те, которые лоббируют интересы иностранных компаний. Что мы там кто-то, не кто-то. Я тоже с этим не согласен. Надо менять порядок распределения этих квот, потому что левые компании, которые в этом не понимают вообще ничего, не должны быть. И, кстати, по моему мнению, сейчас этим компаниям иностранные компании объявили бойкот. Вот те компании, которые получили квоты, но не смогли ничего завести, а на форуме в Казани докладывали о том, что только 50% завезли по тем квотам. 50%, а остальные не завезли. И не дадут им консолидированное мнение, по-моему, у иностранных компаний, они не будут с ними сотрудничать. И правильно делают, с тем, чтобы эти компании попали в черный список и больше никогда этим вопросом не занимались. А если уж говорить, то надо с непосредственным собственником семян разварить и завозить. И тогда будет и цена ниже, и система будет лучше выстраиваться. Так вот, возвращаясь к нашим компаниям, если взять по подсолнечнику, по нему, я хочу сказать, что мы здесь, ну, в наше предложение, Мециткоз попал очень четко по подсолнечнику, и у нас практически там 2000 тонн остатков, это практически ничего. Пошла очень серьезная реализация. И наши компании такие, как Агроплазма, Русит, Активара, это дочка Щелкова Аграхим, они нарастили в этом году порядка там 30-40, то и 50% объемов пассивных площадей. Это раз. Второе. Эти компании воспользовались правильно теми возможностями, которые были в этом году при уходе ряда иностранных компаний. Сегодня есть такая компания, как дочка Рементона Долина Семян. У нее разместили порядка 2000 нашей компании подсолнечника и 1500 кукурузы в Ставропольском крае. Там было засилие иностранцев. Поэтому они нарастят объем. И пока, ну, предварительно, вот, когда мы помониторим ситуацию, большинство из них, как минимум, сохранят эти объемы, а то еще нарастят. Мы, наши компании, намерены наращивать объем с тем, чтобы выйти за пределы вот того критерия, там, 75%, 85-90% мы будем к этому стремиться. Поэтому то же самое, ну, по кукурузе там сложнее, потому что в кукурузе вот этот контрабанда, контрафакт сильно проявились, сильнее этот. И у нас был объем, резко возрос тоже в прошлом году. Если мы производили там 47-49 тысяч тонн кукурузы, отечественной селекции, то к пассивной 24-м мы произвели 63 тысячи тонн. И тут еще наложили все, то еще и квот добавили туда. Да, кстати, вот по подсолнечку там же так четко просчитали, что вот этих 7 тысяч тонн квот по подсолнечку, и как раз хватило, что вот, ну, я считаю, что практически идеальная ситуация сложилась на рынке подсолнечника, где там и тех не обидели, и эти себя почувствовали нормально. А по кукурузе надо немножко корректировать. И мы потому и говорим, что и осенью прошлого года говорили, что квота должна быть нулевая, ну, перестраховались. Регулятор перестраховался в этом плане. Их тоже можно понять, потому что если бы семян не хватило, ну, опыт приобрели, я думаю, что в этом году будет несколько более такой взвешенный подход с учетом тех ошибок, которые были. Игорь Александрович, а скажите, пожалуйста, известны ли уже планы членов Национального семенного альянса по ценовой политике? Будут ли цены расти, насколько, учитывая, опять же, там, некоторое снижение, да, в этом году? Наверняка рассчитывали получить чуть повыше урожай. Это на себестоимость скажется. Вы мне можете сказать, будут ли расти цены на энергоносители, удобрения? Вероятно, будут. В обратную сторону обычно цены не идут. Да, а что же мы тогда задаем вопрос, а будут ли расти? Будут. Конечно, будут. Инфляция есть. Нам наша задача сделать так, чтобы цены, ну, не наша задача, а правительство. А мы считаем, что это справедливо, если мы будем смотреть на то, чтобы цены держались внутри технологической инфляции. Не той инфляции, которую нам Минэкономразвитие рассказывает, что там 4, 5, 8 процентов, а на то, насколько поднялись вот это все основные комплектующие, значит, технологические, по факту. Если они поднимаются на 20 процентов, то я считаю, что вправе и остальные поднимать на тот же самый рис, на ту же самую семена, на ту же самую пшеницу. Нельзя. Если мы всей страной хотим сохранять дешевые продукты, то тогда всей страной мы должны сохранять это. Антимонопольный комитет пошел смотреть, сколько стоит там пшеница. Ну, давайте будем смотреть сразу, чтобы пропорционально. Газ, свет, все остальное, все должно быть тогда в одних руках. Они на колхознике, наверное, останавливаться не стоит. Я думаю, вас поддержат в этом вопросе все. И семеноводы, и те, кто товарную продукцию выращивает. Я не думаю, что сейчас можно сказать, какие будут цены. Ситуация, она в мире меняется так, по щелчку. Стрельнули в Трампа, выросла цена на нефть. Поэтому я думаю, что ценовая политика будет ближе туда, к ноябрю месяцу. Это уже будет что-то реально. А сейчас еще пока. О планах по субсидированию Сева, Семян, что-нибудь известно? Будут ли субсидии привязаны к страхованию, например? Какую сумму выделят? Или пока еще эта информация... Я думаю, что пока, во всяком случае, эта информация, которая у нас есть, все субсидии, кроме поддержки элитного семеноводства, которые напрямую не поддерживают селекционеров-семеноводов, а просто удешевляют себестоимость производителей товарной продукции, покупателей этих самых семян. Самые эффективные субсидии, которые были реально направлены на поддержку селекционеров-семеноводов, это были субсидии, связанные с компенсацией затрат на пагектарка на участки гибридизации. Это был где-то 2020-19 год. И тогда за эти деньги как раз большинство наших заводов модернизировалось. Если посмотреть, я могу долго на эту тему говорить, но все эти деньги были туда вложены, в модернизацию. Мы сегодня имеем на территории Российской Федерации, на территории, мы имеем пару заводов, которые лучшие в Европе на сегодняшний день. В Европе таких заводов нет. Вот это благодаря. Но политика Минсельхоза направлена на то, чтобы ключевым сегодня инструментом поддержки селекции семеноводов была Федеральная научно-техническая программа ПНТП. И там в нее достаточно активно, особенно в конце прошлого года, в начале этого года, шли селекционеры семеноводов, даже если там были небольшие объемы бюджетного финансирования. Там просто есть такие пряники, которые, например, первоочередное получение малопроцентных кредитов, клевотных кредитов, это ускоренная регистрация гибридов полученных и так далее. Вот я думаю, что туда будет направлено больше. Ну и там получается такое точечное, целевое финансирование. Что сегодня сдерживает развитие семеноводства и селекции в России? Ну, будем говорить о недофинансировании, это избитая форма. И мы вот, опять же, если я сейчас начну в эту сторону идти, оно действительно есть. Действительно есть по всем, и по частным, государственным, совместным предприятиям и прочим. По сравнению с... Как определить? Дофинансировали или не дофинансировали? Давайте просто сравнимся с теми вложениями, которые делают иностранные фирмы и глобальные фирмы. Мы до них не дотягиваем. Если они там вкладывают 3-5% от оборота, но их обороты и наши. Все, которые по миру, происходят и наши. Поэтому это такое тоже отвлеченное понятие. Дофинансировали или не дофинансировали. И ошибочная позиция заключается в том, что мы все время ждем, что нам государство должно дать. Нет, неправильно. Категорически с этим не согласны. Мы должны иметь стабильное финансирование на развитие селекции, прежде всего, не зависящее от состояния государственного бюджета. Это, в первую очередь, правильное выстраивание системы уплаты роялти. И вот это, я считаю, на сегодняшний день самым основным сделающим фактором. И надо тут отдать должное, что в свое время один из союзов селекционно-семеновольских, до создания НСА, он проделал большую работу по внесению изменений в Гражданский кодекс, который регулирует как раз эту систему взаимоотношения между автором и потребителем его продукции. Значит, и поправка у него была принята, но слишком рано начали пить шампанское. Вот было написано так, что фермерская льгота остается только у малых предприятий. Пока они ночью пили, а утром проснулись, а там дописали и средних. И все, приняли и средних, а это 70% площадей по той же самой пшенице. И сейчас больше ударились там фермеры, поднимая там шум по этому поводу. Вот там вы хотите за счет нас нажиться и так далее. Но никто не собирается нажиться. Вот тот же самый Лукьяненко еще при жизни считал. А сейчас уже его ученики считают. И цифры показывают, что за счет новых сортов, использования новых сортов, полученные в результате селекции активные и хорошие, как, например, в центре зернала имени Лукьяненко, в федеральном центре, значит, средняя прибавка урожайности пшеницы азимы дает 1,4 центра с гектара. То есть порядка 2000 рублей на гектар. Мы говорим сегодня о 100 рублях в среднем, которые, и то это как рекомендательная цифра, потому что мы как ассоциация не можем вмешиваться в коммерческие отношения селекционеры и покупателя семян. Но должны платить все. А сегодня у нас получилось, когда мы включили туда средние предприятия, 70% площадей. Почему? Потому что холдинги, имеющие миллионные, там 600 тысяч гектаров, 800 тысяч гектаров, они же не консолидированы. Они как отдельное предприятие, которое относится к средним. Не больше 250 человек работающих, там я сейчас не помню цифры по обороту, сколько там, миллиарды, по-моему. Вот. И все, и выпало. И получается, что мы ориентируемся на фермеров, бедные и несчастные, как там у них тяжело, так сказать, живется. Сейчас и фермеры все совершенно разные. Кто-то остался в 90-е годы, кто-то сейчас фермерское хозяйство 30 тысяч гектаров. Фермерское хозяйство? Вот оно, так, мы по этому поводу очень много кричим. Но с фермерами, думаю, что мы объяснимся, договоримся. А все должны понимать, что крупные предприятия, получающие серьезные прибавки, вот эти умножьте на их, там 500 тысяч гектар, засеянных хозяйствами, на 2000 рублей. Какая это сумма, которую они получают прибыль? И умножьте на 100 рублей. Посмотрите, что должно получать селекция семеновосток. Эту проблему, этот вопрос надо решать. Надо этот Гордеев узел разрубить, выбросить из поправки среднее предприятие, и это сразу позволит стабильно финансировать селекцию и семеновосток в том числе. Вот это первое то, что, так сказать, мешает. Все остальное, на мой взгляд, это, да, кадровая тема. Отсутствие кадров, это второе. Мы накупили оборудование, мы накупили всего, значит, а работать... Я когда встречался с одной из крупных компаний под 500 тысяч гектар земельного банка, вот мы там сейчас будем заниматься семеновостом, мы купили лабораторию, мы купили тоуна, мы 60 миллионов потратили, мы еще там 40... В общем, дальше что? Поставили в эту лабораторию, кто в ней будет работать? Есть ли специалисты? Есть ли нам ничего? Это все равно, что в Хуторе Красный Октябрь поставили томограф, а там только фельдшер ветеринарный. Вот примерно такой же подход. Но надо отдать должное, что сегодня, вот на форуме мы опять вспоминаем, был специальный кровоустол по этому поводу, и там порядка 10 предложений, в том числе и как увеличить срок обучения до 5 лет, вот эту еще баллонскую систему, надо выкинуть и забыть за нее, надо вернуться к социализму в этом плане. У нас была очень серьезная система подготовки кадров, увеличить количество практик, дать возможность студенту параллельно учеба еще и работать, и так далее. Вот и все эти предложения, так сказать, были. Обучить преподавателей современным методам селекции, это тоже, так сказать, идет. И я считаю, что очень правильно сегодня поднимает вопрос министр, бенцельхоз. Можно их критиковать, но есть плюс. О том, что надо идти по целевому обучению. Только по целевому обучению. Я учился, я, во-первых, был обязан после завершения обучения два года в колхозе проработать, и это меня на 28 лет тормознуло в районе. Я не жалею очень хорошую практику получить. А второе, значит, хозяйство подбирало человека, отправляло его учиться, и потом к нему же возвращался, и ему еще доплачивают. И этот хлопец все время был, как колхозником там. Молодец. А те, кто не получал, им было сложно прийти потом и влиться в коллектив. Ну, еще один момент, который я считаю, что в кадровой теме, на что надо еще обратить внимание, надо изменить критерий оценки деятельности аграрных университетов, подведомственных министрхоз, неподведомственных, какая разница. И рассматривать не по количеству трудоустроенных выпускников. А по количеству закрепившихся в отрасли через пять лет. Интересно. Посмотрите на нашем сайте презентации по этому вопросу. Там есть определенный анализ. Он тоже, так сказать, имеет определенные возможности поспорить. Выборка, может быть, не сильно большая. Но кто хочет опровергнуть меня, да ради бога, пусть сделает сам этот анализ. И пусть сделает основательно. Где там Министерство труда и социалистического, пусть думают, как это правильно сделать. Но тема такая есть. Все-таки у наших селекционеров и семеноводов планы большие, амбициозные. Вы о них заявили на недавнем всероссийском дне поля, да, где собирались. В форуме селекционеров. Да, русское поле назывался. Да. О том, что вы хотите выйти на зарубежный рынок. Даже привели в пример компанию Щелкова, которая уже семена сахарной свеклы поставляет в Египет. Скажите, пожалуйста, какие еще есть успехи в этой области? И чем вообще сильна наша селекция, наша российская селекция по сравнению с мировыми известными? Ну, наша селекция всегда была сильна. Мы просто, у нас, во-первых, мы привыкли сами себе голову пеплом посыпать, а во-вторых, нам очень сильно помогают наши граждане, лоббисты интересов зарубежных стран, которые там еще расскажут. Вы посмотрите, да, и обычно начинают говорить, вот у нас там личной селекции нет, она там провалилась и прочее, прочее. И всегда меряют температуру в среднем по больнице. Категорически против этого. И вам не советую, и сам не делаю. Значит, культура у нас масса, а подвидов там еще очень-очень. Вот берете овощи, вот у нас овощей там 12%. Каких 12%? Каких овощей? У нас томаты есть, перец есть, горец есть, борщевой набор есть, там 5 культур и так далее. По чем мы смотрим? По петрушке мы смотрим. По чем? Вот сейчас позиция выстраивается так, что мы в первую очередь смотрим по тем, которые продовольственную безопасность обеспечивают. Борщевой набор. И надо по каждой культуре, так сказать, смотреть. Статистики по ним, ну, опять, в одну сторону нет. Но, что касается по экспорту, Российская Федерация и до 90-х, и в 90-е, и после 90-х всегда экспортировала в больших объемах пшеницу. Но только к низ, федеральный центр зерна, 30 тысяч тонн отправил. А он работает 50 на 50, и еще примерно столько же отправляют и другие. У Книска 4 миллиона гектар пассивная площадь за пределами Российской Федерации. 8 внутри, это за пределами. Дальше. Там же тот же Омский центр достаточно много отправляет за границу. Курганские организации и прочее. Это есть. Дальше. 70% риса в Казахстане засеяны нашим сортом лидер. Краснодарского, ну, не Краснодарского, Всероссийского института риса. Значит, та же самая фирма Гавриш, мы за овощи говорили, у нее в Иордании есть свой селекционный центр, который не только удешевляет производство семян для российского рынка, но и создает там же селекционные, ну, для того, сорта и гибриды для рынка Иордании и окружающих, так сказать, стран. Подсолнечник, та же самая агроплазма всю дорогу, все эти годы отправляла на экспорт. Кукурузу мы к 6 тысяч тонн в среднем год отправляли в любые времена, в среднем, я прочеркиваю, на экспорт отправляли кукурузу. Да, это, может быть, ближнее зарубежье было, в большей части, но этот. А сегодня, вот вы, пример, привели, ну, соя тоже самое отправляются, и когда там карту, опять же, презентации хотите, посмотрите, карту раскрываете, там видно куда. В Африку сегодня, сегодня кукурузу был в Нигерию поставлять семена. Много мало не знаю, как сравнивать. А, пример, вот, союз 7 свекла, или с Челкова, арахим, да, там, они же вместе, вот, в Египет уже четвертый год будут поставлять. И я сам встречался с этими представителями на Щелковском днеполе с египтянами. Они очень довольны. Они очень довольны нашими семенами и покупать будут. Вот, по-моему, даже сейчас, в это время, делегация находится в Орловской области, смотрят по севу. При этом, надо сказать, что Египет это не последняя страна по производству сахарной свеклы. По-моему, то ли четвертая, то ли шестая позиция. по объемам производства. Это серьезный крок. Это как раз пример того, что наши семена очень конкурентоспособны. Из-за явления там, Злочевского, Платонова, там, это, Сойвы, как его, Самарин, языками там, доказательной базы нет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok